здравствуйте сегодня в рамках новогоднего мака марафона я плиту вот такой вот короб и использую его для украшения новогоднего стола как я это делала смотрите дальше на картон нужного размера приклеиваю трубочки трубочки влажные в дальнейшем это будут стойки расстояние между трубочками меня два с половиной сантиметра ну это можно плюс-минус сделать чтобы у вас было ровно сверху эти трубочки также на трубочки вернее приклеиваю картон у меня вот полосочки картона потому что у меня не оказалось точно такого же размера картонки трубочки эти я влажными согнула и потом высушила и они в общем-то стали потом сами твердые но хорошо в общем сгибаются поэтому обязательно сначала нужно согнуть их влажными а потом уже дать им высохнуть вот с обратной стороны у меня обклеена салфеткой дно которое будет наружи салфетка такая которая подошла по как сказать по цвету вот ну и дальше я плиту веревочкой поднимаю стойки и дальше плиту высоту примерно так сколько у меня там наверно рядов пять-шесть сначала стойки вроде как вы падают но потом в дальнейшем когда уже второй ряд буду проплетать они будут хорошо стоять и никуда в общем деваться не будут ну и конечно же стойки сами сухие а вот рабочие трубочки они влажные очень хорошо у меня они получились в этот раз не мне прям было с удовольствием вернее в удовольствие ими плести такие податливые как кожаные ну после того как вот 6 рядов я проплела я стала делать вот такой как бы заборчик то есть стойка и стойки верни стойку я обкручивала сначала брала трубочку трубочку влажную обязательно здесь должна быть немножко промазала клеем хотя в принципе это не обязательно делать но я уже фиксировала так и вокруг вот этой сухой стойки просто обворачивала вокруг трубочку трубочка еще раз говорю влажная и прям хорошо они мне удались так хорошо они обкручивались не сгибались не ломались ничего ну и размером они у меня были все трубочки одинаковые поэтому и один одинаково длины получалось вот это вот спиральная намотка на стойку ну дальше чтобы хорошо мне согнуть я немножечко вот эти вот витки как бы раздвигала чтобы удобно было согнуть в дугу ну и дальше просто протаскивала через четыре вот ряда поперечных вниз стойку эту сухую ну естественно что здесь я подклеивала потому что иначе неудобно вот мне знаете на камеру работать тяжеловато и на камеру и чтобы красиво получился кадры чтобы все все получилось как надо так стоечку здесь я немножечко срезаю чтобы остренький уголочек был чтобы мне было удобно протаскивать в плетении вот это вот может быть я неправильно немножко выражаясь потому что я еще неопытный мастер то есть вот сюда вот раздвигаю значит шилом ушел у меня такое не знаю у меня еще нет такого хорошего которое чтоб хорошо раздвигала и вот сюда вот пропихиваю через четыре ряда эту стойку в дальнейшем конечно же эти стоечки они обрежутся и их будет не видно все будет хорошо не очень удобно на камеру еще раз повторяю извиняюсь что вот такие не очень хорошие кадры ну все поправляем аккуратненько выравниваем чтоб они одинаковой высоты у нас вот эти вот дуги спиральные вот эти со спиральками были сам заборчик не она дальнейшем очень красиво смотреться ну то есть вот ничего в принципе сложного здесь нет ну и вот само дно можно так и оставить но я его тоже немножечко потом это дно украсила просто взяла трубочки вот эти стойки они же у меня остались видите они длинные и я их использовала для того чтобы ну как бы украсить немножко вот это вот но просто уложила приклеила ну так она больше лучше смотрится посмотрите какой красивый лоток получился и теперь его будем украшать наполнение конечно же на ваш вкус я думаю что очень красиво будет смотреться на на новогоднем столе ну вот такая вот красота получилась свечи конечно не настоящий можно настоящие использовать но я в общем не рискнула с настоящими свечами это электрические свечи и вот это вот середине свеча посмотрите не даже язычок колышется под воздействием температуры смотрится как настоящие очень красиво и празднично ну и приклеивать я конечно не приклеивала потому что в дальнейшем можно этот лоток использовать и на другие праздники ну на 23 февраля на 8 марта там на день рождения на пасху просто вынимать вот содержимое и наполнять чем-то другим ну и каждый же год не будешь выставлять одно и то же даже на тот же новогодний стол можно как-то менять чтобы не было однообразие в общем если вам понравился вот такой вот короб для украшения новогоднего стола то я очень рада подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы все всего вам доброго до новых встреч всем пока